Здравствуйте, товарищи! Всех с Днём Победы! С праздником! С Днём Победы, трудящихся над немецко-фашистскими олигархами и их карателями! Да, с Днём Победы Советского народа! Мы сегодня находимся в Ярославле. Там Ярославский музей боевой славы, с которым мы стараемся сотрудничать. 15 мая, кстати, будет там открытый стол, открытый диалог по теме Великой Отечественной войны. А мы сейчас находимся на таком знаменательном для Ярославля месте. Расскажешь? Да, это Леонтьевское военное кладбище. Здесь захоронены бойцы. Можно прочитать их фамилию, звание. Можно показать их. Да, можно их прочитать. Фамилия, звание, годы рождения. Показать прямо, то есть тут всё вокруг. И их годы гибели. Здесь? Здесь? Здесь вот рядом с нами мы видим 42-й год. Это бои были по Тржавам, по Смоленскам. Я бы сейчас не фантазировал, то есть где эти бойцы погибли. Тут вопрос, что... Информации мало. Надо изучать. Наша задача, задача коммунистов, задача учёных, задача историков, чтобы за каждым из этих имён была биография. Чтобы понимали, как человек, где родился, как учился, где работал, с какого коллектива, какие подвиги или какие события были в его жизни. И мы считаем, что в будущем при социализме, при коммунизме, историк это будет такая одна из основных профессий, как по истории Великой Отечественной войны, так и в целом по истории мира. Я бы хотел добавить ещё, что фамилии мы видим на вот этих обелисках. Тут русские видно, украинцы, вот Бермухамедова, рядовые сержанты, лейтенанты разных годов рождения. Есть и 18-го года, есть прошлого века 19-го, 1899-й год. Это разные люди с разной судьбой, как правильно заметил товарищ Ярославский. Ну, нужно изучать их жизнь, их трудовой путь, их победы, их беды, то, к чему они стремились, что добились, о чём мечтали. И сохранять эту память, и, можно сказать, приумножать, и развивать вот это историческое направление, потому что вот на этих могилах на самом деле очень мало информации, и сейчас при современном развитии технологий, средств связи можно сделать небольшие исторические ролики, историческую информацию, чтобы человек подошёл, навёл свой телефон и прочитал информацию о данном конкретном трудящемся, о конкретном человеке. Что ещё хочу добавить, дополнить товарища Филатова, Виктора. Есть вот, допустим, ещё мы видим, пока уж, Дмитрий, памятник, вечная память жертвам блокады Ленинграда 41-44-х годов. Вот, это как раз, говоря о тех, что сдали бы, были бы не такие жертвы, ну, были бы уничтожены, было бы жертвы ещё больше. И наша задача, то есть, пока этот праздник является государственным, не вступать в какие-то споры, а искать тех людей, которые ищут реально, то есть, документальное подтверждение всем этим подвигам, всем этим событиям, и вот на этом базироваться. Потому что, если взять, сейчас вышел фильм «Девятов», там много всякой критики, ещё чего-то, ну, давайте здесь опять же, то есть, разделять, что мы понимаем, что это снимают не коммунисты, что это снимают не учёные, и вопросов там есть много. Наша задача, то есть, углубляться не в какую-то оголтелую критику, а дополнять, сказать, что вот здесь не учтено того-то, не учтено того-то, не учтено того-то. И это очень большое направление. Ещё раз с праздником, 15 мая, ярославцев и гостей города ждём в музее боевой славы, сделаем пост у нас в марксистах Ярославля. Я бы хотел добавить ещё про блокадный Ленинград. На самом деле, для Ярославля этот монумент знаменателен. В Ярославле в 1942 году прибыло 162 эшелона с эвакуированными жителями Ленинграда. Понятно, что это были в основном дети, женщины. Многие остались жить, трудиться, работать в Ярославле. Поэтому Ярославль с Ленинградом связывает вот такая судьба, можно сказать, и общая беда, общая работа, общая жизнь. Всё. Всех с Днём Победы. Будем помнить. И Победа трудового народа всё равно будет за нами, за пролетариями, за рабочими, за коммунистами. Всё.